Здесь записывают в чемпионы. Под таким лозунгом в минувшее воскресенье в городе прошел фестиваль единоборств. 15 федераций готовы продемонстрировать свои навыки. С тренерами и спортсменами можно пообщаться лично. Сегодня самое главное, чтобы наши люди были проинформированы и знали о возможностях. А возможности на самом деле широкие, потому что больше 120 тысяч человек у нас занимаются теми или иными видами спорта. 54 федерации осуществляют свою деятельность. То есть потенциал большой. Самое главное, чтобы каждый смог посмотреть и почерпнуть что-то для себя и выбрать тот вид спорта, которым он будет заниматься. Каждая федерация хорошенько подготовилась к мероприятию. Первый месяц занятий предлагали бесплатно. У дзудаистов, например, 12 школ в Иванове. То, что ближе к дому, выбрать не составит труда. Будущих чемпионов начинают готовить с трех лет. Бесплатное посещение, в принципе, в течение месяца. Можно освоить и традиционное дзюдо, и спортивное. Участие в поединках под любого спортсмена, что хочет изучать. А вот и живая реклама. Почему именно карате эти ребята готовы рассказывать и показывать бесконечно. Карате-сатакан – это мой уже стиль жизни. Вообще карате – это стремление до головы, справедливости и истины. Я занимаюсь им, потому что он более техничен, чем, например, бокс. И карате учат защищаться, а не атаковать. У этих токвандистов из-под шлемов косички. Девочек, которые выбирают боевые искусства, очень много. Говорят, от таких занятий только плюсы. В классе уважают все, особенно мальчишки. Воля к победе в любых жизненных ситуациях на максимальной отметке. Думать не о том, что ты выиграешь, а о боях. И не думать никогда, что ты проиграешь, когда выходишь на ринг. И надо выходить и не бояться соперника, даже если он выше тебя. Даже у него пояс больше, чем у тебя. Не надо его бояться. Пояс не самое главное. Фестиваль единоборств в этом году посетили около двух тысяч зрителей. Большинство пришли с детьми и записались на пробные занятия. Ведь выбрать свое боевое искусство, которое будет по душе, это тоже целое искусство.